Привет, друзья! Добро пожаловать на третий день нашего интенсива по C++. И сегодня мы с вами пройдем ветвление, или другими словами, условия. Они очень часто используются в процессе программирования, и они используются тогда, когда наша программа должна выполнить одно либо другое действие, исходя из определенного условия. То есть оно должно проверить одно уравнение, если оно действительно, тогда должно выполниться одно действие. Если это уравнение неправильно, то есть ложь, тогда должно выполниться другое действие. Мы поговорим конкретно о операторе if. Оператор if служит для того, чтобы выполнить какую-либо операцию в том случае, когда условие является верным. Условная конструкция в C++ всегда записывается в круглых скобках после оператора if. Здесь у нас есть рисунок, который описывает принцип работы нашего оператора if. То есть если вот внутри ромбика мы обычно пишем условия, то есть переменная a, например, равна 5. Если она равна 5, тогда у нас идет ветка в правую сторону и выполняется if-code. Если переменная a не равно 5, тогда используется нижняя ветка и else-code. И наша программа в конце заканчивается. То есть от условия у нас идут две ветки. Если это правильно, если это правда и если это ложь. И выполняются два действия в зависимости от того, какое у нас условие. Пример конструкции ветвления в C++. Здесь у нас вот показано, как работает условие if. Мы сначала пишем if, внутри круглых скобок мы пишем условие. То есть если переменная нам меньше 10. Если оно меньше 10, у нас на экран выходит это число, выходит текст точнее, это число меньше 10. Else означает иначе. То есть если нам не меньше 10, тогда выходит у нас на экран это число больше, либо равно 10. Вот так вот у нас работает операция if. Теперь давайте попробуем использовать эту операцию в C++. Мы опять откроем C-shell. Я написал транслитом C-shell. И давайте напишем программу, которая будет проверять больше ли введенное число 10. То есть мы будем вводить число, и оно будет проверять, оно больше или меньше 10. Может быть даже равно 10. Давайте начнем опять писать с самого начала. Мы напишем include iostream, библиотека ввода и вывода данных. using namespace namespace std int main Это наши главные функции, внутри которой мы будем писать наш программный код. Так, и здесь мы напишем return 0. Возвращает, наша функция возвращает число 0 по умолчанию. И внутри функции int main мы с вами напишем наш основной код. Вот здесь. Для начала мы с вами создадим переменную num, number, число, да. После этого наша программа должна спросить у пользователя, какое... Не какое число, а просто попросит нас ввести какое-нибудь число. Please enter the number. То есть, пожалуйста, введите число. Двоеточие. Добавим end line, чтобы строчка спустилась вниз. И добавим функцию seeIn для ввода нашей переменной. Так, чтобы вам было более понятнее, давайте я буду делать отступы. seeIn number Мы ввели... То есть, в клавиатуру будем вводить переменную number. После этого у нас должно пойти вход условия. После этого у нас вход идет условия. Мы пишем if внутри круглых скобок мы напишем наше условие. Number меньше, чем 10. Если оно меньше 10, тогда наша программа на экран выведет текст. Если переменная number меньше 10, наша программа на экран выведет текст. This number is less than 10. Это число меньше, чем 10. Также у нас есть помимо if и помимо else у нас есть else if. else if Оно означает... Оно также проверяет... Здесь мы должны написать условие. Оно проверит, если оно правда или ложь. То есть, сначала он проверяет вот это условие. Если оно не совпало, он проверяет вот это условие. И если оно не совпало, оно уже будет проверять внутри else. То есть, сначала он проверяет вот это условие. Потом он проверяет вот это условие. Если они оба не подходят, тогда выполняется действие else. Теперь давайте посмотрим, если number... Если переменная number меньше 10, тогда выходит это текст. This number is less than 10. Здесь мы напишем, если number равно-равно 10. То есть, если number равно 10. Мы не пишем одно равно, мы пишем два равно, для того, чтобы проверить. И текст. See out this number equal to 10. И внутри else. То есть, если оно не меньше 10 и не равно 10, значит, оно больше 10. Соответственно, программа должна нам вывести на экран. Текст. This number is more than 10. Вот такая вот у нас структура. Мы ввели перемены. Мы создали перемены. Мы... Наша программа просит нас ввести число. После этого идет вход функции seeNumber. Мы вводим число. И после этого у нас идет уже условие if. Мы пишем if. Внутри круглых скобок мы написали наше условие. Если перемены меньше, чем 10, тогда будет выполняться вот этот участок кода. То есть, на экран просто выйдет текст. Это число меньше, чем 10. Если это условие ложь, тогда вход идет вот в это условие. Проверяется. Если наше число равно 10, тогда выходит текст это число равно 10. И если оба условия у нас ложь, то есть, если оба они неправильны, значит наше число больше, чем 10. Вот. Теперь давайте проверим, нажав на кнопку run. Тут очень важно открывать и закрывать скобки. Тут очень важно открывать и закрывать скобки. Если вы забудете одну из скобок у нас и нажмете run, например, у нас он покажет ошибку. Вот. В 16-й строке. То есть, после этого if у нас мы забыли написать закрыть скобку. Вот он у нас пишет. Expected скобка before else. Окей. Теперь давайте запустим нашу программу. Please enter the number. Давайте введем число 5. И он у нас говорит this number is less than 10. То есть, у нас выполнилось вот это условие. Оно меньше, чем 10. Запустим еще раз. Мы введем число 10. This number is number equal to 10. Это число равно 10. И теперь давайте попробуем ввести любое число больше 20. This number is more than 10. Вот так вот работает наша функция if. Она используется почти во всех проектах. То есть, везде, где нужно использовать вветвление. То есть, где исходя из какого-то условия, наша программа должна решить, какое действие должно быть выполнено. Одно или другое. Вот так вот работает наша операция if. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, урок был очень продуктивным для вас. Всем до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok